«Я буду свистеть каждую минуту», – предупредил Сергей Макеевичев перед началом интервью. Хоккеисты усиленно готовятся к началу сезона, а потому из времени на льду нужно выжать максимум. В этом году хоккейный клуб «Саров» снова будет выступать в высшей лиге. В чемпионате области примут участие только шесть любительских команд. В прошлом сезоне было восемь. Будет три круга. То есть в том году играли два круга – один дома, один на выезде. В этот раз будем играть кто-то один дома, лишний раз сыграет, тот на выезде. Интервью заняло всего три с половиной минуты, но все это время тренер не спускал глаз хоккеистов и постоянно смотрел на секундомер. Настрой на чемпионат у спортсменов как никогда боевой. Самый высокий всегда. Всегда бороться за медаль, всегда бороться за чемпионство. Немножко структура будет другая, поэтому плей-офф будет маленький, только выходят четыре команды. В честь Сарова на чемпионате Нижегородской области по хоккею будут представлять 30 спортсменов разного возраста. В этом году состав команды пополнили несколько новичков. Раньше молодые люди играли в юношеской хоккейной лиге. Дмитрию Фролову 18 лет. Он учится в Саровском техникуме. Хоккеем занимается с 7 лет. Ну это динамичная, быстрая игра. Здесь надо думать головой, быстрее работать ногами. Спортсмены тренируются с сентября. А так как днем они учатся и работают, то налет выходит, когда многие уже готовятся ко сну. Оттачивают точность бросков, прорабатывают технику приема и передачи шайбы. Все упражнения очень энергозатратные, но и соперники в состязаниях сильные. Первую встречу в рамках чемпионата саровчане проведут на выезде в Павлово 12 декабря. На своем льду они смогут принять соперников при более благоприятной эпидемиологической обстановке. Елена Грязкова, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24.